Друзья, сегодня выберем лучшего пёсика в Fallout 4 и рассмотрим необычный ошейник. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Гэд. Поехали! Друзья, давайте сейчас рассмотрим всех новых пёсиков в Fallout 4. И вы напишите, какой вам понравился больше всего. Почему? Да потому что я собираюсь заново проходить Fallout 4 за ту фракцию, за которую я ещё не проходил. Ну что, давайте рассмотрим каждую породу собачек более подробно. И первый, это золотистый Ротвеллер. Какие же у него добрые глазки, ребят. Вы только посмотрите, какой же он классненький. Вау! Обалденный пёсик! Между прочим, это охотничья порода. Да-да-да, друзья, охотничья порода, которая была выведена в 19 веке Великобритании. Классненький! Если он вам понравился, пишите. Золотистый Ротвеллер? Крутой! Жёлтый Лабрадор обладает игривым характером и дружелюбной натурой. И, честно говоря, больше мне похож на белого, друзья. Если что, понравился, пишите в комментариях. Жёлтый Лабрадор. Также вот чёрный Лабрадор. Хм, симпатичный чёрный. И шоколадный, друзья, шоколадный Лабрадор. Вау! А мне нравится его мех. Прикольно так переливается. Немецкий Дог. По размерам, друзья, это одна из самых больших пород собак в мире. Но, честно говоря, немножечко меня пугают его острые уши. Но прикольно. И необычно. И видный язык. Если понравился, пишите в комментариях. Едем дальше. Порода Далматинис, друзья, была выведена в Хорватии. И сразу мне вспоминается один из любимейших мультиков. 101 Далматинис. Блин. Ну, очень классненький. Очень-очень классненький. Бордер Колли, друзья, является пастушей породой. И самой умной. Самой умной среди всех пород собачек. Вы такое знали? Я, честно говоря, был удивлён. Ого. Обалдеть. Самая умная собачка. Боксёр, друзья, выведена в Германию. И считается самой игривой среди охранных собачек. Ха. Боксёр, между прочим, прикольненький. Очень прикольненький. Необычный. Вот этого отличика. Ну, в реальности, знаете, у них тут такое свисает и постоянно капает, капает, капает. Так мило. Если боксёр, пишите в комментариях. А мы едем дальше. Питбуль. Повышенная азартность и сильный боевой дух. Это американская порода, друзья. И, честно говоря, если эта собачка вас укусит, будет очень, очень, очень больно. Потому что челюсти у них такие. Я видел когда-то, когда Питбуль подпрыгивает, хватается за ветку и просто не отпускает её. То ли тренировали её, я не знаю. И он телепается на этой ветке. Это так странно. И, честно говоря, я побоюсь, побоюсь этой породы. Если что, пишите в комментариях, что вы о них думаете. Ротвейлер, ребят. Это служебная порода, выведенная в Германии. Тоже очень большие. Очень суровые. Ну, с мягкой игрушкой он очень добрый. Не, между прочим, у моего друга была такая собачка. И всегда она была такой добренькой. И классненькой. Но на выгляд, конечно, они суровые. Очень суровые. Ротвейлер, между прочим, очень распространённый. И я их очень много вижу. Не знаю почему, но у нас в Харькове их очень много. Если что, пишите, что вы думаете. И стоит ли его взять. А это милое существо с закрученным хвостиком Сибаино. Ребят, это охотничья порода. Вы представляете, это миленькое, миленькое существо, охотничья порода. Класс. И, между прочим, была выведена на японском острове Хонсю. Да, ребят. Не, ну классненькая. Мне очень понравилось. Хаски, друзья. Энергичные спортивные Хаски. Которые были выведены в северных регионах. Да, там любят на них кататься. Ну, потому что там основной транспорт. Это Хаски. Бедненькие. Ну, и здесь тоже, видела, они такие классные, такие пушистые, такие добрые. Многие, многие любят с ними фотографироваться, но реально классненькие. Но тут он немножечко по-другому как-то изображен. А может, это натуральный Хаски. Такой, какой он должен быть. Не, ну классненький Хаски, между прочим, мне тоже очень понравился. Хм, классный. Ну что ж, давайте теперь поговорим за необычные ошейники. Всего их два. Псеноморф 2 и псеноморф 1. Что же он делает? Второй. Меняет внешний вид вашего питомца, если он у вас приобретен. Вы сможете поменять на верстаке. И вот, смотрите, у меня ошейник Далматинец. Вы отдаете питомцу, и он становится Далматинцем, если вы его активируете. Есть еще первый. Первый псеноморф, который меняет внешний вид немецкой овчарки. Только немецкой овчарки. Там несколько видов. И первый это белый мех. Вот такой вот. Вот такая вот немецкая овчарка беленькая какая-то стала. Давайте, дорогие, посмотрим. Следующий вид, это больной вид вашего питомца. Но я так бегать не буду. Вы посмотрите. Бедненький. В каких-то шрамах ухо прострелено. Ну, блин. Это, конечно, более реально, да? Знаете, все-таки ядерная война прошла. Но, черт. Мне жалко его. Реально жалко. Серый мех. Вот так вот, друзья, выглядит серый мех вашего питомца. Хм. Немножечко необычно. Но лучше, чем больной. Ну, лично для меня. Ну, и последний. Это черный мех. Черный мех, между прочим, классненько. Ну, черные овчарки ж бывают. Вау. Как будто какой-то черный волк. Говорить. Трюки. А ну, покажи. Какой он крутой. Ребята, сейчас в клубе творчества действует скидка. Она будет несколько дней и, скорее всего, скоро закончится. Так что, спешите по супер скидке. Вы сможете приобрести всех, всех собачек и данный ошейник. Только в клубе творчества. О, смотрите. Постоянно тут какие-то акции. Вы можете просто бесплатно забрать краски для силовой брони или для вашего питбоя. Классненько. Классненько я попала. Ладно, друзья, напишите, какая порода собачек вам понравилась больше всех. Потому что с ней я буду начинать свое бесконечное путешествие. Все, друзья. Всем счастья и пока.